Блин, какая вкусная штука эти люляки. Смотрим, друзья, как они готовятся быстро, просто и очень вкусно. Всем привет, с вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. И сегодня мы будем готовить люляки-баб. Может быть слышали такое название, да, люляки. Я вам дам сейчас люлей. Люляки-баб, вообще, если кто не знает, это блюдо обыкновенное, которое очень распространено на Кавказе, в Средней Азии и в Турции. Вообще, изначально это, конечно же, мясо. То есть, это мясной фарш из рубленой баранины. Сейчас любое мясо берут, раньше была баранина. И в фарш не добавляют принципиально много специй. То есть, там, как правило, ограничиваются солью, перцем, кориандр добавляют. И для того, чтобы он был мягкий, чтобы не падал с шампура, с палочки, как обычно замешивают с хлебом фарш, с яйцом этого не делают. То есть, вымешивают очень хорошо фарш для такого состояния, чтобы он выделил белок. Когда он выделяет белок, он хорошо, очень держит мясо. То есть, оно не валится, не падает. Его надо правильно вымешивать. Сейчас делают абсолютно из любого мяса, опять же, повторюсь, из курицы. Даже я где-то читал, представляете, из грецких орехов. Но как можно догадаться, присвоить это название к мясному блюду? Люля-кебаб из грецких орехов. Ну, сделали бы еще, я не знаю, из семечек или там из изюма, да, люля-кебаб. Это бред. Мы сегодня, конечно, будем делать нормальный люля-кебаб. Причем, историки пишут, что второй век до нашей эры был первый люля-кебаб, который сделали там папуасы какие-то. Но я думаю, что они просто заколбасили барана, пожарили это. Причем был жертвенный барашек, написали, да, с медом и с оливковым маслом. Ну, не то оливковое масло, которое в супермаркете вы покупаете, да. Просто раньше раздавливали, получали. Оливки получали так масло. Вот это вот был первый люля-кебаб. То есть, блюдо достаточно древнее. Его, как правило, конечно же, готовят на мангале, да. Правильно. Люля-кебаб, люлей, готовят на мангале. Мы будем в домашних условиях, я покажу, как мы будем готовить в духовке в обыкновенном. Для этого нам понадобится противень, фольга и, собственно, мясо. Мясо у нас баранье антрикот. Лучше мы возьмем традиционно, да, как и было изначально. Это баранье, баранье мясо, где-то грамм 500 у нас получится в общем фарша. Один к одному с телятиной. Баранина, телятина и обязательно нужно сальцо. Вот это вот сальцо, оно должно быть желательно баранье. И, опять же, лучше всего, если это будет курдючное сало. Знаете, да, что такое курдюк? Курдючное сало, не поленитесь, прям сходите, купите. Замешиваем один к одному, перекручиваем на мясорубке. Лучше, когда мясо рубленое, когда этот фарш, он рубленый. Конечно, это лучше. Но если вы не хотите заморачиваться, да, там, с топориками что-то делать, пожалуйста, поставили эту мясорубку, да, бровенно, лучше крупную. И делаем фарш, я покажу с ним, что с ним дальше нужно делать. То есть сало 100 грамм где-то на полкилограмма мяса. И полкилограмма это имеется ввиду телятина и баранина. 250 грамм телятины, 250 баранины и 100 грамм бараньего сала, либо курдючего сала. Все, поехали, делаем фарш. Вот такой вот у нас получился фарш, где-то грамм 500, грамм 700, да, где-то вот с сальцом наши люли будут такие очень жирненькие, сочненькие. Сейчас нам надо для фаршика покрошить лук. То есть берем лук и крошим его вот таким вот способом. Одна хорошая головка лука вот такого вот пойдет за глаза. То есть мы нарезали на полукольца, а дальше крошим еще мельче. Нам не нужно, чтобы это была прям вода такая, знаете, нам нужно, чтобы это были кусочки лука. И они были фаршей внутри запакованы. Когда он будет жариться, готовится, он будет выделять сок вместе с салом. Это будет то, что нам нужно. То есть крошим лук. Крошим лук. Еще очень важный момент, друзья, что я покажу вкуснейший соус к этому блюду. Люляки с хорошим соусом, это обалденная штука. Смотрим. Кстати, чтобы не плакать, многие советуют, чтобы ты в рот воды набрал, когда режешь лук. Я вот сейчас не сделал, начинается выделение слез, да, поэтому вот лучше сделайте. Это, кстати, помогает, я сам пробовал. Так, мы накрошили мелко лук. Сейчас самое время добавить его в мясо и хорошенечко перемешать. То есть он достаточно мелко накрошен. Если где-то какие-то крупные кусочки есть, это тоже не беда, это не страшно. Мы все равно все перемешаем в одну однородную массу. И сейчас также нам самое время, нам надо будет добавить соли. Друзья, специи добавляем по вкусу, как сами считаете нужным. Здесь у меня на это количество грамм 500-700 я добавляю лично чуть меньше половины столовой ложки соли. Меньше половины столовой ложки соли. Черного перца, перца половина столовой ложки. Даже, опять же, меньше, чем половина. Это я грубанул, да, маленько. Чуть меньше половины столовой ложки перца черного и кориандр. Кориандр вообще на кончике. Вот, немножко кориандр. Ну, смотрите по вкусу, да, в принципе. Смотрите сами, как вам нравится. Кто-то будет, любит более соленое. Сейчас руками все это хорошенечко, тщательно фаршик наш размешиваем с лучком, чтобы это все хорошенько-хорошенько размешалось, распределилось между собой. Можно, опять же, взять венчик, да, какой-нибудь венчик. В смысле, дрель, хотел сказать. Не дрель, а вот это вот. Как она называется-то, сволочь? Так. Блендер, да, блендер или венчик. Венчиком размешиваем нормально, можно руками. Мешать нужно до консистенции такой вязки, чтобы фарш получился вязкий. И, чтобы он, помните, как я говорил, да, чтобы он выделил белок, он стал вязкий такой, чтобы он хорошо-хорошо держался на нашей палочке, чтобы получился как шашлык, да, и он не падал. У многих людей действительно вопрос, ну, возникает, что как это держится все, это же фарш. Мы хорошенько, секрет в том, что мы не в яйцо добавляем хлеб, да, мы просто хорошенько-хорошенько размешиваем. Хорошенько размешиваем, долго мешаем. Он становится такой вязкий фарш, липкий, да, то есть там выделяется белок, и белок склеивает фарш, и он хорошо, достаточно хорошо висит на нашей палочке, на шампуре. Так, мешаем фарш до нужной консистенции, прям не ленимся, мешаем хорошенько. Итак, как только фарш получился вязкий, да, мы останавливаемся, перестаем мешать и ставим его в холодильничек, чтобы он остыл минуток на 30-40, то есть он должен остыть и получиться таким, знаете, холодненький он должен быть, да, и выделиться из него должна лишняя жидкость, она должна уйти. То есть мы ее сливаем, и дальше смотрим видео, я покажу, что надо дальше с ним делать. Прошло минут 30, смотрим, что с нашим фаршем, видно, что водичка, да, выделилась, вот эта лишняя кровь, да, мы ее сливаем просто, она нам не понадобится. Сливаем ее в стаканчик. Слили в стаканчик, с зеленью, как правило, фарш не добавляется, да, фарш зелени добавляют. Почему, опять же, потому что, как правило, подают люля-кебаб либо с зеленью, либо с лавашом. Ну, сейчас следующий момент, делаем, формируем из него такие шарики, то есть мы еще раз попробовали, да, потрогали руками фарш, он должен быть такой вязкий, если он недостаточно вязкий, то делаем его опять вязким, то есть разминаем его мнем до такой степени, чтобы он стал вязкий. Ну, он у нас и так был вязкий, он остыл в холодильнике, сейчас формируем такие вот котлеточки, небольшие, кругленькие такие вот штучки, да, типа тефтики, формируем. Да, кстати, друзья, очень важно, чтобы они были плотненькие, да, то есть вот так прям можно пришлепывать ладошки, чтобы они были плотненькие, эти шарики, и они были примерно одного плюс-минус размера, да. Делаем шарики. Сразу после того, как мы сделали вот такие шарики, начинаем из них формировать, формулировать такие как бы колбаски вытянутые, то есть раскатываем их аккуратненько, они должны сохранять свою плотность, то есть они должны оставаться такими же плотными. В общем, смотрите, какую колбасу я сделаю из такого шарика. Вот такая вот колбасочка должна получиться. Мы берем аккуратненько и шампуриком прямо вот в середине прокалываем ее, нанизываем, то есть ее на шампур. Если одного шампура недостаточно, они достаточно тоненькие, да, по ним видно, можно взять второй шампур и сделать точности так же, проткнуть его где-то рядом. Видно, что она хорошо держится на шампуре, и она и будет держаться, да, потому что мяско плотное, мы его хорошенечко размешали, как я говорил, оно выделило белок, и сейчас оно стало цепкое. То есть одеваем, видно, что здесь две такие колбаски поместятся, да, делаем, вот проделываем с каждой котлетой и шампуром то же самое. Поехали. Вот, посмотрите, вот такие вот у нас люляшечки получились красивые. Сейчас мы идем к духовке, она у нас включена на 200 градусов, и вот это все дело ставим туда. Тем временем, пока все это будет томиться в духовке, я покажу, как готовить соус. Поехали. Друзья, очень важный момент, что за люлями за нашими надо следить, то есть далеко от них отбегать не надо, периодически посматривать, да, нужно, чтобы они не пригорели ни в коем случае, и у нас ничего не испортилось. Для соуса нам понадобится аджика, то есть аджики где-то с чайной ложкой, можно даже с горочкой. Хорошая аджика понадобится, знаете, бывает такая, которая не острая, нам нужна острая в данном случае. И обыкновенный шашлычный кетчуп, да, можно томатный кетчуп, в смысле томатная паста, да, обыкновенная, купленная в магазине. То есть выдавливаем на чайную ложечку аджики, да, с горочкой, выдавливаем полстакана, чтобы 250 грамм у нас получился кетчупа, либо томатной пасты. Получилось. Половина кружки кетчупа, либо томатной пасты и аджика, острая аджика, ложечка, да, чайная. Все это тщательно перемешиваем, добавляем также соли. Соли нам понадобится, ну, половина, половина чайной ложечки соли и в два раза больше сахара. Тщательно это все перемешиваем хорошенечко, получится замечательный соус. Мы сюда добавим еще петрушки, зелени, немножко покрошим зеленью. И пускай этот соус у нас постоит. Друзья, важный момент, что зелени много не надо, да, потому что будет очень приторно, если мы добавим много зелени. Петрушки можно кинзы взять, накрошить вот в наш соус. Вот буквально щепотка, да, щепотка зелени. Соус добавляем, размешиваем хорошенько. И он должен постоять, настояться. А мы тем временем будем ходить и периодически посматривать наши люли. Итак, друзья, прошло минуток сорок. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот они вот такие хорошие поджаристые люляшки наши получились. Мы будем их кушать. Сейчас самый любимый момент дегустации. Будем кушать их соусом, вот с таким вкусом, которым я тоже вам демонстрировал, да, как делается. Который, в смысле. Вот, выкладываем в такую красивую посудинку соус. И подавать мы будем наши люляки. Как вы видите, здесь зелень, петрушка, помидорчики и болгарский перчик. Выкладываем. Видно, что они хорошо поджарились. То есть, с каждой минут, с каждой стороны минут по 20 мы их жарили при температуре 200 градусов. Вот, видно, что мяско хорошо держится, да, как я и говорил, на палочке. С него капает сок. Все еще очень горячее. Смотрите, какая красота, да, представляете, кто-то пришел к вам или праздник какой-то, либо просто даже будний день человека порадовать любимого. Вот такая вот штучка получилась. Сейчас будем кушать. Давайте, наконец, попробуем, что у нас получилось. А вот такая вот поджаристая люляшечка, шашлычок из люля. Ммм. Очень сочный, что и требовалось ожидать. В этом нам тоже незаменимо помог барани, баранья сало и лук. Ну, кстати, баранина сама очень вкусная. Здесь она с телятиной перемешана. С соусом вообще отлично. Отлично заходит. Вот эта вот помидорка, болгарский перец, они здесь в данном случае, как сок такой. Здесь и так все сочно. С овощами естественный сок. Друзья, обязательно все повторите, как я и говорю в каждом видео, все рекомендации. У вас получится очень вкусно. Пересмотрите сначала до конца. С вами был Олег Реймин. На канале Ноди свой рецепт. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем пока.